В последние годы в нашем районе реализуется много разных программ регионального и федерального уровня. Благодаря одной из них в Ходинской школе номер 11 полностью поменяли систему отопления. Подробнее нам рассказал директор школы Мурадин Афашагов. В этом году у нас меняют систему отопления по региональной программе. На это все ушло чуть меньше, 3 800 миллионов. Нам меняют всю систему отопления. Это и батареи, и радиаторы, это и трубы, это и котельные, два котла, два водонагревателя. Это будет очень хорошо, очень приятно. Надеюсь, что зиму мы переживем. Теперь уже как подобает, как нужно. Старая система была очень запущена. Уже с 1964 года все были батареи. Они уже пришли в негодность. Последний ремонт делался в 80-х годах. Поэтому мы очень рады и благодарны за эту помощь. Этим летом был проведен тендер, который выиграла фирма ООО «Строитель» Беслана Шикова. Несмотря на то, что работы были начаты в конце июля, подрядная организация сработала слаженно и быстро. Подрядчики сделали все, что могли, в сроки. Внутри все сделано аккуратно, красиво, вы удостоверились. Сейчас в котельной будут устанавливаться котлы. Это специальное разрешение газовиков нужно, поэтому чуть-чуть задерживаться. Все будет в срок, все будет нормально, я считаю. Мурадина Афашаков провела для нас экскурсию по всей школе. И мы смогли лично увидеть и оценить качество выполненных работ. В беседе с нами директор школы выразил надежду на то, что их учреждение еще не раз попадет в реализацию подобных программ. Надеюсь, что будет еще какая-нибудь программа, в которую мы попадем, и нам еще что-нибудь поменяют, что-нибудь сделают. Надеюсь, что на втором этаже нам сделают вместо пришедшую в негодность паркет, плитку положить. Вот это вот что-то осталось, это тоже в программе будет. Я надеюсь, это тоже на следующий год. Ну, как-то так мы очень рады, благодарны в первую очередь, что попали в эту программу. Спасибо всем. Одним из приятных событий для ходинцев стала установка долгожданной детской игровой площадки. Этой новости больше всех обрадовались, конечно же, дети, ведь им теперь есть где провести время на досуге. Каждый день я наблюдаю за тем, как сюда приходят ребятишки после школы и играют, говорит одна из жительниц аула. Она и все жители очень благодарны администрации поселения. По благоустройству поселения у нас уже было запланировано, вот в трех местах поставить, в течение года, в 18-18 год у нас запланировано. И в этом году поставили одну детскую площадку по улице Ушакова, тут, чтобы как-то обхватить вот территорию, чтобы дети из улицы Краснооктябрьской, из Пионерской, Ушакова, чтобы у них была отдельная площадка. Какие работы еще остались? Работы еще остались, покрытия, договоренность уже с Лобинским карьером есть, мелкую щебенку привезем, отсыпем площадку, ограждение будет по кругу, и уже и население нас поддерживает, деревья посадим вот так, чтобы как-то тень была. Отрадно отметить, что в установке площадки помогали и сами жители Аула. Чьими силами вы устанавливали площадку? Общими? Население помогло или вы нанимали кого-то? Нет, это работники администрации, население. Как субботник сделали, люди пришли, все поставили, забетонировали, площадку выровняли, отсыпали гравием, но сверху еще надо, ну еще работы есть еще. Мы уже рассказывали, что этим летом в Ходинском сельском поселении возобновилась реконструкция берега укрепительного сооружения на реке Ходз, протяженность которой составляет почти 4 километра. Напоминаем, что заказчиком выступила организация АДГЕМИЛИОВОДХОЗ, а подрядчиком ООО «Водник Кубани» с города Краснодара. О ходе работ мы поинтересовались у прораба Владимира Дубровского. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится реконструкция дамбы? Ну, реконструкция находится уже практически на завершающей стадии. Тут остались бетонные работы и пригрузка камнем. За пару месяцев мы должны справиться. Сколько единиц техники и вообще сколько человек задействовано в работах? Единиц техники задействовала у нас 4 экскаватора, 2 бульдозера, порядка 6 КАМАЗов и около 15 человек, людей, которые всем этим занимаются. Техника своя или вы нанимаете? Нет, техника в основном своя, но не успеваем где-то, ну, одну или две единицы. Работаете каждый день? Да, работаем каждый день, без выходных, без праздников. Скорейшему завершению строительства, естественно, помогает постоянный деловой контакт между администрацией и руководством стройки. Продолжение следует...